Привет, Тос Амигас! Наконец-то вернулся голос. Наконец-то вроде более-менее дышит нос после этой гребаной стандартной ежегодной питерской простуды. Вообще она даже не одна, а где-то два или три даже раза могу за год простудиться в этом замечательном городе, который я искренне ненавижу. И теперь можно допройти этого чертова Кратоса. Естественно, опа, стоп, чё, кнопочка. Естественно, что за эти пару дней, что я не играл, скилл затупился. Сейчас будут сливы. Ага. Довольно странно. Это, видимо, разъёмное звено в цепи, потому что вся остальная цепь, она сплошная из одного материала, а вот здесь такая вставочка из какашек титана, видимо. Стоп, 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 стоп. Это же тут какая-то, блядь, наебаловка. А чё это у них на башке? А, сука. То есть, дождя, а здесь я чё, вот реально не смогу, что ли? А если вот так? Да хули я ж встал. Понятно, ладно. Эту систему не наебёшь. Всё понял, давай, хорошо, да всё. У одного змеи, кстати, корона, у другого рога. У третьего ещё что-то. Ну как наверх-то? Там слева заперто, справа. А, вон сундук горит, вижу. Подожди, а здесь чё? Ну чё, а здесь чё? А здесь чего-то. Чего-то спрятали. Вот, вот оно, имба, имба пушка игры, кстати-то. Клинок молний. А-а-а. На самом деле такие сундуки. А-а-а, всё. Даже, даже рога минотавра не падают. Падают только сферы из них, которые мне тоже нахрен не нужны, потому что у меня уже всё прокачано, по-моему, что мне было нужно и не нужно, уже всё. Уже не на что тратить. Похожая борода, по-моему, была, если я не ошибаюсь, где-то в Принце Персии, что ли, когда тоже там полигры нищебродствуешь, пытаешься там собрать опыта, чтобы хоть что-нибудь прокачать. А под конец игры эта хренотень начинает просто сыпаться на тебя. То есть, не то что равномерно сундуки вот эти распределены как бы здесь, а в начале их вообще практически нету, а потом уже в третий... в последней третьей игры они начинают валиться просто друг за другом. Так, два сундучка. Почему-то здесь на выбор либо жизни, либо мана. А этот белый. А в белом чего у нас лежит? А, блядь. Понятно. Так, вот эта башка, которую можно разбить только немецким инцестом. Вот здесь столько всяких нюансов, которые ты в начале игры видишь, но вообще понять не можешь. Что это такое? Марио какое-то, блядь. Вот это синее говно Титана. Ааа! Ох ты, блядь. Говно Титана вообще, я помню, я спустился и понять не мог. На хуй этот балкон там нужен. Так. Так, понятно, он человек сам. Хватай её на хуй. Сука, шакалы, блядь, одолили Акеллу. Для кого-то. Меня, кстати, на днях посмотрел фильм про этот, про Мау Глиновый. Я не понял, конечно, почему у них Багира мужик, а змея баба. Не знаю, я думал, что, видимо, это только у нас наоборот в мультике. Хуя, они ещё уворачиваться будут, что ли? Вот это, конечно, вообще пиздопротивные мобы, потому что они очень долго убиваются, но реально, как будто это мини-боссы какие-то. Я всё, конечно, понимаю, сложность, хардкорность, но, блядь, такого быть-то я, по сути, не должно. Я ни в одной игре такого не видел, чтобы реально обычный моб под конец в игры, ну, может, он не самый обычный, но и не то, что это какой-то мини-босс, но выдерживает прям до хера просто ударов. Прям посмотрите, сколько их надо бить. Вот в этом плане, конечно, игра очень своеобразная. Вот, смотрите, опять. Вот я вначале здесь был, видел этот сундук. Ну, то есть, Марьева, вот этот. Здесь, блядь, сферы сраны. Вот они мне в начале игры были нужны, сука, они сейчас. Так, три пехотинца, понятно. Щелк. Из этих трех судей могли бы сделать одного интересного босса тройного. В итоге просто надо пройти им по башке, давайте. Блядь. Нахуй. Лови, сука, своего друга. Блядь, ну на лету чё не поймал? Такое было бы комбо. Валите отсюда. Щеглы. Смотри, не упал. На нахуй. Так даже Супермен не бил. Блядь, этот удар вообще чё-нибудь наносит? Дамаг-то какой-то. Почему он выдерживает всё это? Так, а последний? Последний где-то здесь был спуск такой хитрожопый. И вот я туда спустился и не понял зачем. Зато запомнил это место. Может сейчас пригодится. Ещё один, смотрите. Пипец. Рог Минотавра один всего. Но это жёлтая полоска, она нахрен не нужна. Вот, значит, в мастерской Дедала я провафлил лор внизу, видно, что. Айдите нахрен. Я так понимаю, что можно их и не бить, потому что вот эти козлы, они очень долго убиваются. Вот просто вообще. Вот насколько долго убиваются привидения, но козлы, блядь, это вообще нечто. И у меня задача-то стоит не их убивать. Вот тут как бы можно было бы спрыгнуть на крыльях, да, если бы в этой игре камеру нормальную завезли. Но камера, сука, нихрена ненормальная, и потом придётся в обход чалить. Ну да, естественно. Как бы их наебать то, что... О, нифига. Да. Сука, дайте. Пошли нахрен. Сейчас их отброшу. Знаете, своё место, рабы. Кстати, ваншотнул одного. Вот здесь выход. Да. Я в домике. А здесь, наверное, ещё один урок Минотавра, не так ли? Ура! Да, вот там в мастерской Дедала был... Ну хорошо хоть рог, а не глаз, который жизни даёт. Записка, нацарапанная юной душой. Огонь! Крики! Мне страшно! Почему отец не защитил нас? Судьи велели мне отправиться в Элизиум. Сказали, что там хорошо. Но я скучаю по своей семье. Я не знаю, о ком речь. Юная душа. Это Пандора, наверное, да? Которая что-то куда-то пропала немножко. А, она ждёт нам. Ну да. Та-та-там, та-та-там. Получи статуя от Церетели новую, слепит. Дайте угадаю, сейчас опять уровень с полётами, да? Он знает, Кратос. Зевс знает, что мы спаслись. Скорее! Я слышу его. Он близко. Помоги мне, Кратос! Скорее! Ну да, полёты. Они слишком хороши, чтобы вставить их в игру только два раза. Вот 20 раз, это да. Помоги! Да не, я не жалуюсь, на самом деле прикольно. Особенно вниз. Вниз он быстрее летел. В верхней очереди. Да я, блин, на нахуй. Здравствуйте, я ваша Кратос. Что-то звук какой-то утихший совсем. Еле слышно. Ну, это какая-то лафа, я не знаю, это уже геймплей растягивает. Ничего сложного, то есть, как бы эти полёты должны были с каждым разом, по идее, всё сложнее становиться, но чё-то третий полёт просто, просто халява. Халява. Хабандора! Афина! Афина! Почему ты ростом с девочку? А, ты на коленях. Всё хорошо, Кратос. Помни о своей цели, спартанец. Помни, что тебе пришлось вынести. Скрипи сердце, спартанец. Ты знаешь, что должен сделать. Принести в жертву пламени мелкую? Я подниму лабиринт. Я доставлю её туда, где её место. Упорошень! Место её. Скорее, Кратос! Не, я лезу, лезу, я тороплюсь. Сейчас, да, я что-нибудь прокачаю. У меня 6000 душ, ёпта. Ну, клинки Аиды, это говно, конечно, ссаная. Голова Гелёса. Давай голову Гелёса. Да, немножко не хватает здесь... Ну, видимо, я мало добивал. Немножко не хватает на то, чтобы прокачать вообще всё. А он не мог как-то за кадром туда залезть? Потому что мне вот, честно говоря, вот что-то не очень понятно. Вот это вот... Попрыгунчик по цепи, это, ну, не геймплей. Вообще ни разу не геймплей. То есть, если бы что-то хоть кто-то нападал, там что-нибудь надо было уворачиваться от чего-то. Блядь, залез, хуяна. То есть, минуту просто я как обезьяна по цепи скакал, и это... И это в финале-то игры. О! Киндер-сундучок. Два даже. А, у меня всё полное. Зачем тогда они здесь? Потому что я их раньше не заюзал. Восстание планеты обезьян, блядь. Кратос атакует. Реально как горилла, блядь. С бубенцами с какими-то. И ещё сохранение. Чё тут, на каждом этаже, что ли? Давай, ладно. На всякий случай. Да ёб твою мать! Ты чё, сука? Да. Yes, of course, блядь. Ресейв мне, please. Ещё два ящика стоят. Так. Время напрять широчайшее. Вернее, какие-то в жопу. Странно, как... Какую странную не ходить. Почему всё вертится здесь? Для того, чтобы крутилось всё вокруг, надо... Ну ладно. Это, типа, принцип детской карусельки. Раньше такие во дворах ставили сидушки такие. И ручка, короче, в центре в виде руля. И ты, как бы, перебираешь руками по этому рулю и вокруг него крутишься. Уи, весело было, ёпта. Сейчас я видел, где-то такие же с педалями даже стоят. Блядь, мне долго это говно крутить? Смотри, полный круг вообще. Еле-еле он идёт. Это ровно минута, примерно, времени ты открываешь вот это говно. Почему вот так просто не показать заставкой, что вот он открыл? Или что, кому-то интересно крутить эту залупу? Второй круг пошёл, блядь. Сейчас, сейчас мы, это, к шахте притрётся, дальше нормально пойдёт, крутит. А напомните мне кто-нибудь, на кой хуй мы поднимаем этот сраный лабиринт? Почему Пандора просто не могла повиснуть на спине у Кратоса, и чтобы он вместе с ней залез. Неужели у него силы не хватит? То есть вот эту кнезду крутить у него силы хватает, а тёлку мелкую поднять куда наверх нет. Как бы сундук открылся уже. Всё, подходи, бери. Зачем туда лабиринта поднимать? Я чё-то не очень в этих древнегреческих механизмах понимаю. А, я понял, надо было драматично сломать всё вокруг, и, видимо, сейчас мы в пятачке, на маленьком будет Дракосбосе. Вот, наверное, на этом, на вот этом оставшемся мостике. Дракосбосе. Вот оно. Я вижу его, Кратос. В глухой тьме огненадежды укажет путь. Андора, нет! Ты знаешь, зачем я здесь? Ты для этого привёл меня сюда. Я найду другой способ. Нет, Кратос. Другого способа нет. Пусти меня! Нет, дитя! Я уже не дитя! Мне больно! Я не взрослая, самостоятельная женщина. Крато, помоги! Отпусти её, Зевс! Твоя одержимость этой, этим существом, начинает раздражать меня, сын мой. Отпусти девушку, Зевс! А то, что я всех богов убил, тебя не раздражает? Не заблуждайся насчёт неё. Это одно из творений Кефеста, а не твоя плоть и кровь. Плоть и кровь. Но говорить тебе об этом уже слишком поздно, спартанец. Твоя забота о Пандоре, жалкая попытка искупить убийство своей семьи. И она повергла Олимп в хаос. Посмотри, что ты наделал. Сломал пол в моей избе. Я вижу лишь то, что пришёл уничтожить. Когда-то я жалился над тобой. Это была моя ошибка, Кратос. А ты жалился над этой тварью. Это станет роковой ошибкой для тебя. Она тут совершенно ни при чём. Нет, она всему причинам. О, ща порвёт её, смотрите. Куда он её бросил? Чё хотел? О, на мостике драться. 2D драка, блядь. Макл комбат. Ух ты, блядь. Старый, старый-то силён. Бум. Помпы еблищу. Ой, блядь. Супермен панч. Супермен панч. Я чё-то не понимаю. Он так и будет появляться, я буду его ловить. Ага, третьим ударом он блок пробивает, да? Раз, два. Блядь, еле перепрыгнулось. Так, это понятно. Но это тайминги, они, блядь, смешные по сравнению с Дарк Соусом каким-нибудь. Блядь, он блок ставит, говно, он понючая, блядь. Я не могу ему, зажав кнопку, провести комбо по печени. Да, босс для лохов, я ебал. Просто шоу-кана, блядь, осеги, убивать сложнее было. Дед, ты давай соберись-то. Give me your fight. Give me your box, дед. Просто пиздец, я унижаю Зевса. Так вот этим, что меня пугали, что он мне жопу порвёт, блядь, что? Блядь, что там, я убить его не могу, поэтому видосов три дня нету. Да, пацаны, бать, вы меня недооцениваете, ахуе, просто пиздец. Даже обидно, блядь. Блядь. Зевс там скоро дёсну не будет уже улыбаться. Амброзию будет себе на тёрки тереть. Тоже мне внезапная телепортация, рейдом, хуев. Ай! Блядь, ладно, пропустил. Ой, всё, подожди-ка. Не туда. Чё за камера-то? Чё надо? Это куда я, блядь, нажал? Вот чё это такое? Блядь, да иди ты нахуй со своей грудью. Ну что это такое, блядь? Ну что это, что это такое включилось? Как вот это, блядь, выключить? Что надо нажать? Рамка, хуямка, блядь, ну пиздец. Блядь, Сони, вот нахуй кому нужна эта функция, блядь? Хоть один человек вот этой хуетой пользовался вообще на кому-то, блядь, обнужна? Чё нажать-то, блядь? Выход-то отсюда где, ёптую мать? Ой, блядь. Нахуй мне этот снимок, блядь. Я сейчас пиздец, я походу сейчас... Походу, блядь, это выход из игры, загрузка, блядь. И только, блядь, я просто рот ебал. Ну и дерьмо, блядь. В Xbox такое же говно интересно, блядь, сделано. Ну просто посмотрите, я, блядь, все кнопки уже попробовал. Я не понимаю, как выйти из этого, блядь, ебаного режима. Что надо нажать? О! Заебись, старое доброе нажатие всех подряд кнопок, блядь, решило вопрос. Я, ебать, чуть-чуть сдох из этого говна, от своего, блядь. Камера. Обратите внимание, чё сейчас делала камера, блядь. Она пыталась меня убить, нахуй. Я, конечно, понимаю, блядь, что DualShock пиздатый джойстик, PlayStation, охуя, на консоль, функционал могуч, но вот эту хуйню уберите, блядь, в пизду. Смешно просто. И Пантора будет жить. Это вторая фаза, но она, походу, вообще ничем не отличается. Молнии, которые, блядь, бьют где угодно, только не рядом с ним. Хе-хе-хе-хе. Нахуя, такой босс, вообще. Я в жопу, и себе на голову призываю. Косой, блядь. Так, давай бичами, блядь. Что-то немецкий инцест себя не оправдывает. Дамаг вообще, блядь, а чужие? Что-то я начал пропускать. Да почему, блядь? Почему? А почему сейчас я его не схватил, блядь? Что за говно багованное? Пиздец. Ой, ёб твою мать, блядь. Пока эта камера ёбаная, пока нахуй. Баги, блядь, эти ёбаные, блядь. Пизду эту игру. Такое дерьмо, нахуй. Сука, пиздец, блядь. Так нахуй на Денде ёбаные пиратские игры не боговали. Как эта хуйня, блядь. Бог войны, блядь. Говна ты, бог нахуй. Пиздец, такое дерьмо, блядь. Это пиздец. Реально, я тут... Блядь, такой хуй ты не видел? Лет 50 уже в играх. Что, блядь, ты в воздухе прыгаешь, тебя в это время ударом по земле, блядь, дамажат, нахуй. Что ты, блядь, делаешь захват, цепи попадают, но анимации и удары не срабатывают, блядь. Скрипты через жопу, блядь. Звук пропадает на заставках, нахуй. Пизда-то игра сделана. Просто пиздец. Задумка хорошо. Всё нормально. Интересно, блядь. Босса сбить, блядь. Хорошая игра, но... Ебать, почему она кривая-то такая? Шедевр от Сони, блядь, кривой, как нахуй. Просто я хуй знает. Член, блядь, престарелого порно-актера, который там, блядь, не знаю, стены ебал какие-нибудь, блядь. Тьф. И этот босс, блядь, ну он такой неинтересный, блядь. Финал игры. Аааа, блядь. И вот, сука, 500 раз надо одно и то же сделать, чтобы он сдох. Реально. Вы считаете, сколько раз я его ударил уже? Он... Ты можешь нанести ему только один удар. Второй... На второй он уже блок поставит, как бы. И что? И вот это, блядь, бой такой? Вот надо 80 раз сделать одно и то же, что ли? Нет, чуваки, я уважаемый фанбой. Я вот, блядь, просто вас не понимаю. Уже ли? А, вот, серия пошла, охуенно. Это, блядь, игра, охуенно, вообще. Да, вот такой. Ну, для 2010-го года... Нет, для 2010-го года, наверное, нормально. Тогда, наверное, все игры такие были, я уже не помню. Ненормально только то, что она багует, блядь, вот, баги. Почему он так медленно падал сейчас? Потому что я его вроде схватил, а вроде и хуйкал. Интересно, после парирования я не могу ему ударить на себя? Сейчас вот, наоборот, через меня молния пролетела. А, можно даже не перепрыгивать, понятно. Элементарный блок, просто и удар. Плечом, а-ля шалкан. Да. Я бы откинулся в кресле, если бы с гарнитурки писал голос, но мне приходится над микрофоном нависать. О! Блядь! Я уж думаю, я узажму. То блочит, то не блочит, я вот не понимаю. Пал, какой-то шарик с него выдал. Сейчас я его схватил, а он исчез. Пандора там стоит за... Я уже, блядь, задний фон разглядываю. Мне уже неинтересно на Зерсу смотреть. Я что-то, может, не так делаю, я хуй знаю. Вроде все нормально. Че он не дохнет? Блядь, забыл уже. Да, я согласен, что я зря сражаюсь. В этой игре много чего зря делаю. Блядь. Почему сейчас-то парирование не сработало? Дабл панч. И это только вторая фаза наступает. Охуеть. Какая мне разница до этой планеты из Borderlands. А, блядь, я лоханулся. А, это молнии блок не пробивают. Понятно. Не рядом с ним надо стоять, а блок просто поставить. А сейчас че, почему его не схватил? Деда просто немножко унижает. А сейчас я как в стену ударил, блядь. А, блядь. Да, блядь, игра с абсолютным блоком, это такая, блядь. Такая вещь на любителя. У тебя нет надежды. Я, блядь, я не знаю, я просто дохну, потому что драться с ним пиздец, как скучно, блядь. Это ебань такая, нахуй. Я не знаю, пенсионерам, может быть, это было бы сложно. Мне просто, блядь, пиздец, как вообще не интересно. А, вот уже очередные, блядь, 20 минут боя позади. Я, вот, блядь, вообще, блядь, этот босс, я не знаю. Не, может, вам игра, конечно, и нравится кому-то, блядь. Не, дохуянка, ему нравится. Этот босс, это такая тоска, ебаная, блядь. Я просто всю игру испортил вот этим своим, блядь. Вот этим боем, блядь, обоссанным, обоссранным. Это, блядь, в стиле инжастия с какой-нибудь там игры. И как это он назывался? А, блядь. Я, это я его на сложности, это я его, блядь, еще на сложности убиваю. Только потому что игра на сложности, и мне скучно, я сдох. На, на средней сложности его убить вообще, блядь, на средней сложности, чтобы вообще делать было бы нечего, понимаете? Правильно сказал человек, что эту игру имеет смысл проходить только на сложности, потому что такая тоска. Хотя, с другой стороны, смысл-то вот 500 ударов одинаковых делать, если... Вот тут действительно на изи сложности убить его по-быстрому. Может, на изи сложности он никому дерьмовым бы не показался. Ну, на харде, блядь, это такой хуй. Пожалуйста, ну сдохни ты уже, а? Ну, пожалуйста. Ну, давайте, блядь. Я даже не успеваю его бить в ответ, блядь. Настолько он блок сразу ставит. Ха-ха, киздец. Мне кажется, лучше его перепрыгивать и бить сзади. Это эффективней. Парировать тоже можно, но смысл. Раз, два. И, о-о-о-о-о, блядь, три удара хотя бы. О, всё. Иди сюда, тварь. Да, вот и вам, блядь, и Зевс. Финальный, сука, бля, босс. Сейчас его в стену замурую. Саечка! Заиспук. Всё, и колонну трясло. На тебе. Пирамиду тебе, фараонскую. Говно, босс, полное. Вся суть сложности драки с боссами, это понять, как их убивать. Как убивать этот кусок говна старого, я понял, уже на пятой минуте. Поэтому затягивать бой с нему смысла вообще не было. Нахуй ему столько здоровья. Пандора, суицидальные настроения у неё какие-то, блядь. Она прям вот, прям хочет сдохнуть зачем-то. Останови её, Кратос. Не пускай её в пламя. Я же должна это сделать. Ты знаешь. Прошу. Тихо. Кратос, ты знаешь, что другого пути нет. Блядь, Кратос до этого 500 богов убил. Хоть раз за свою жалкую жизнь не подведи. Не погуби её так же, как свою семью. Вот это ты зря пизданул, старый. Хватай Зевса, кидай его в пламя. Нет, он отпустил её. Зачем? Ведь кто, бог или человек, войдёт в пламя и умрёт. Так бросил бы туда Зевса, нахуй. Он бы и сдох. Нет? Пандора. Пандора. Драма. Драма. То есть игроку должно быть жалко девочку, с которой он вместе играл 30 минут. Блядь, которая с ним путешествовала, блядь, по трем локациям, в которых он и так был. Сила, чтобы убить бога. Блядь, ты до этого богов убивал, я не понял. БФГ-2000, камон. Там нихуя, наверное, нету, да? Как кунг-фу панда, реально, блядь. Там тоже этот свёрток, помните, пустой оказался. Ха-ха-ха-ха, после всех твоих исканий, после всех твоих жертв, всё кончилось очередным позорным поражением. Обида ебаная. И всё, он сбросил. Да. Ну, раз Зевс скрылся, значит, бой с ним ещё не закончен. Говорили, что бой будет не въебаться какой сложный, но это было явно не про вот эту удрачку. То есть, что-то явно покруче должно быть. Да, уже перезаписывай, что хочешь, потому что вообще уже, вот сейчас вообще без разницы. Чё-то переигрывать уже смысла вообще никакого нету, всё прокачано. Вон он. Смотрит задумчиво вдаль. Придётся потрудиться после того, как убью тебя. Сразимся, отец! Покончим с этим раз и навсегда! Только что дрались, а сын мой. Время будет. А вот сейчас, видимо, он начнёт. Попахкуйте, старое говно. Ох ты, блядь! Ты чё, сука, старая? Попутал, а тющик, попутал, вообще да я, блядь. Ау! Ау! О, блядь. Да ладно. Вот это он. Вот это он разозвёлся, походу. А вот здесь у вороты зарулили внезапно. Я думал, он что-то метнуть меня хочет. Ты же девс-то, метатель молнии. У него дальность прыжка, как у меня, блядь, у сандалек. Давай будем бить друг друга на скорости. Я тоже умею это делать. Опа, а это чё за хуй-то? Я ничего не вижу, алё. Чё происходит, блядь? Где я, нахуй? Я чё-то заблокировал, что ли? Где я, в гея вылезла, смотри. Говно, демон, гея. Чё ты делаешь, дура? Блядь, это камера, реально. Хочешь мой смерть. Ты жива? Мой мир истекает кровью из-за тебя. Спартанец, я никогда не желала твоей смерти. Но ты не оставил мне выбора. Твоя пешка подвела тебя, гея. Может, тебе стоило выбрать кого-то другого? Довольно. Отец и сын умрут вместе. Блядь, сил не хватает, наверное, сжать. Всё, они уже выпрыгали, блядь. Лохуша. И мы будем драться в жопе гея, я понял. Жопа гея. Жопа гея. Финальная локация для драки. Вот здесь Зевс прошёл с него, в общем-то, кровь льёт, хотя ему ничего не нанёс, по-моему. Бил его два часа и ничего ему не нанёс, никаких ударов. Никакого урона не причинил. Мне интересно, мне жизнь этого восстановят хоть перед дракой? Потому что вот мне бы они не помешали, откровенно говоря. Да, на дагею прикончить. Ну ладно. Да, я помню этого, по-моему. Не, в начале, когда я тут шёл, тут не было какашек титана. О, у неё тройная защита печени, смотрите, сердце. И какашки титана, и вот эта хуйня. Ты меня убить пыталась, тварь. Можешь не молить меня о пощаде. Давай, электрофоресы. О-о-о-о-о-о. Лечи меня полностью. Вот из неё здоровье нападало. И то не полностью вылечился. А, во-во-во-во-во. Всё, я готов. Чё-то не доху, что шаболга. Зерс, ты опять тут. Я положу конец. Да, метание, метись, катай отсюда нахуй сам. О, чё-то новое. Удар на псай-бота, блядь. Атака тенью. Блядь, ну почему, когда он лежит, атаку не защитывает? Так, ты за меня теперь болеешь? Ты же только что меня убить хотела. Ага. Это я вовремя, блядь, понял, что он третий удар сейчас не носит. Блядь, косой лох. Ай-яй-яй. О, вот это он мощно. Почему я не схватил его, непонятно. Не достал. По-моему. Чё такое? Он из неё силы высад... А, он лечится, сука, смотри, блядь, гандон какой. Причём этому не помешать. Опа. А чё-то он распачковался. А, теперь с двумя, блядь. Вот чё-то новое, чё-то там сложность, понятно. Ну, таких мудаков нужно и 10 убить. А, он вообще двойников начал создавать. Я всё. Всё, опять-то показываю. Кто будет бить сердце гея, тот лечится, что ли? Ну, я периодически его задеваю. Наверное, не всё. Наверное, надо в те моменты, когда Зевс захочет подзарядиться, подлетать и отшвыривать его, видимо, отмечения. Отлучать его, скажем так, от... А, вон сердце завспыхивало. Вот сейчас, наверное. Пидеры, пошли нахуй. Ай, хуй. Они мне просто помешали. Блядь, я в него столько молнии обратно отправился. Нет, блядь. Сука, я не заметил, что он завис. Я думал, я его там буду. А почему тени то остаются, то исчезают? Во, смотрите. Надо просто вперёд него лечиться. Ха! То есть, кто-то полечится, либо я, либо он. Лучше я, в итоге. Опа! Блядь, у них и шумперки одинаковые, что ли. Капни электрофореза, старая тварь. А это чё такое? Не знал, что он такой... Блядь! Недалековато ты? Ёжка, глюда. Вот магия этой пушки, она как бы держит их на месте, вот, ну, нет, я могу подлечиться. Нам похуй, как бы, что я лежу уже там. Они всё равно, как-то дамаг наносят по-лежачему. Блядь, без охота цели, конечно. Давай лечения. На максимальном отдалении ставь. И сюда. Никуя. Не дохерами ты, кто-то создавал-ка. Старый, а? Кто-то уже сдохнет, Зевс или Гея, блядь, я не понимаешь. Всё? Что-то всё меньше и меньше она восстанавливает. Из Зевсов... Ой-ой-ой, всё. Из клонов Зевса падали эти, блядь, магические хуйнонки. Ну, в завершении боя традиционно Куты Е. Давай, дедуля, блядь, тебя уже там заждались, сука. Ещё раз. Надо его в сердце Гея затолкать, что ли. Сердце Титана теперь тоже, блядь, не въебаться, смертельное оружие стало. Давай. Опа, блядь, внезапно. Хорошо. Стики, я уж не думал, что до стиков дойдёт. Пенсия подлая. У тебя. Это, это я уже был готов. Не знаю, каким стиком я двумя сразу делаю. Так и не понял до конца игры. Ну, давай уже, блядь, хорош. Всё, пиздец. Л-2, Р-2. Замах богатырский. Заряжаем. Бэм. Всё, ракета тополь. А, давай ещё садим погуну. Проверни по часовой. Проверни по часовой. Да. Ну, блядь, я, конечно, не знаю. Последний босс, но... Хуйня, по-моему. Аид куда сложнее был, потому что в начале игры ещё. Играть толком не умеешь. Магии нет. Кружки не прокачаны. Да, правильно сказали, что игра для тех, кто играл в первой части, потому что обучение тут, ну, оно крайнее, блядь, какое-то. Его даже нету, можно сказать. Поэтому уже под конец игры, когда разыгрался, уже, видимо, становится попроще. В 500 раз. И уже просто Зевса начинаешь унижать. А Аид тебя самого, как каштанку, блядь, дерёт. Ну да, я, блядь, учитывая, что пол игры даже блок не ставил, потому что думал, ну, бля, блок, хуйня. А уже, блядь, 5 лет, как в играх, блоки пробиваются, а здесь блок просто всё блокирует. Ещё и парирование. Вот. Я пытался уворачиваться, прыгать, меня доставали, потому что у ворот и прыжки здесь просто говнище. Они, нахуй, они не являются средством защиты. За исключением редких случаев, конечно же. Для всего остального в этой игре нужен блок. Вот я этого просто понять не мог, потому что в Dark Souls блок, ну, вы сами знаете, в Bloodborne и этого не было. Ну, теперь я готов к четвёр... Блядь, ты не сдох, что ли? А ты меня вообще заебал. Вот, всё, к четвёртой части я готов. Если четвёртой будет по геймплею, такой же слэшер устаревший, я уже там всё на изи пройду. Вот моё барахло. Смотрите, немецкий МЦ сломался, фонарик мой. Да-да, Тарас Гульба нашёлся. Смотрите, опять полоски мои сожрало, всё. Пиздец, я даже ничего не успел сделать. Я не знаю, сколько раз надо Зевса убить, чтобы он сдох окончательно. Реально, это... Я знаю, где мы... Мы сейчас с Манусом, наверное, драться будем. Реально, арена Мануса, посмотри, темнота. И чё? Это было что-то из Витаса, по-моему. Что это такое? Ничего с этим не сделать. Окей. Прыжка нет, переката нет, ударов нету. Но тут краской мне путь нарисовали, потому что, ну, для крови это слишком светлое и слишком много намазали. Была раньше, да, такая мода в играх заканчивать какой-то лютой психоделикой. Метро 2033, Evil Within, Кратос вот тоже в психодел какой-то попал. Клёпа. Ты гипанулся? Он вспоминает, как убит. Моя жена. Моё дитя. Как? Они остались в спарте. АРС! Я догадываюсь, в чём сейчас будет суть. Уже, по-моему, раз в 200 такое в играх было, что... В Айзеке, помните, в Dead Space во втором суть какая игры была, что, типа, ты должен отпустить меня, Айзек. И здесь сейчас тоже будет что-то, типа, ты должен нас отпустить, или ты должен, там, не знаю, себя простить, может быть. Чё-то такое, блядь, сейчас. Высоко... Как это? Высокодуховная. Высокодуховная мораль в конце игры. Скорее! Я помогу Кратос! Это Пандора, да? Ты будешь вечно гнить вездица Спаида. Кратос! В глухой тьме огненадежды укажет путь. Ой, блядь. Я всегда расценивал такие моменты, как попытка растянуть геймплей игры. То есть сделать его... О, буржуйка. Да нет, не буржуйка, просто фонарик. Вот, как попытку растянуть геймплей, когда вот уже всё, фантазия иссякла, разработчикам платить не хочется. Надо сделать ещё на 10 минут уровень, где ты просто бегаешь в темноте. И потом написать время прохождения нашей игры 15 часов. Заставить кругами тебя ходить по локациям, искать какое-нибудь говно. Вон, Вэлли, Незалейшнс. Там вообще 40 часов геймплея по-вы. Он изменит тебя. Пора распрощаться со страхом. Цвет откроет истину. Сила прощения в самой душе. Тебя простят, когда ты сможешь сам простить себя. Ну, как я и сказал. Прости себя, прости меня. Прости меня. Ой, блядь. Как весело. А тут ему напоминает. Как и чем он... Блядь, такой меч здоровый. Афина? А, это Афина. Это богиня. Ну, хуй с ней, ладно. О ней-то чё грустить? Она вроде до конца не сдохла. Блядь. А вот теперь надо к ней вернуться, да? Да, понятно. Кратос. Страх заставил Зевса убить своего отца, Крона. Этот страх стал причиной Великой войны. Из страха Зевс пожелал убить тебя, своего сына. Страхом, Зевс, дурма не твой разум. Я думал, я Крона убил в Тартаре. В бездне Татара. А не Зевс. У тебя Зевс, да, убил. Нет, Зевс не зверк, по-моему, там, по мифологии. Титанов. А тут, говорят, убил. А чё ж тогда? Это, наверное, другой Крон, да? Чёска! Это Тратар! Блядь, ну скоро конец-то уже. Прыжок Веры. Вера, прыгай. Боги Олимпа покинули меня. И теперь... Да, они покинули тебя. Ты их убила, а они тебя покинули. Логично. Надо! О, реки кроли. Ты забыл этот день, спартанец? Я не позволю тебе погубить её. Удачи тебе с этой жалкой потаскухой Пандоры. Потаскуха. Тебе не измениться, бессмертный. Ты обязан мне всем. Я дала тебе лучшие годы. И делай это, спартанец. Ты получил то, зачем пришёл. Пощади меня. Умри, спартанец. Сегодня тебя держишь надо мной победу. Но потом... Кратос. Окажется, что ты преданешь самого себя. Идём. Я покажу тебе дорогу. Я думал, надо их дослушать. Я просто смотрю, что когда я плаваю, кровь тает, думаю, ну... Надо чем-то себя занять. Вперёд-то мне проплыть не дали. Умри, дядь. Я создал тебя, и я тебя уничтожил. Скорее. Когда же ты мрёшь? Не, в конце игру, в конце игра сдала очень сильно. Вот это вот... Взять в общем. Поебень такая, что из другого слова-то не подобрать. Тихо. Скорее, Кратос. Кратос прошел. Освободи меня. Не слушай её, Кратос. Кратос, свою жалкую жизнь. Не подведей. Не богу, бью, она же как свою семью. Всё хорошо, Кратос. Да, пизда-то всё просто. Всё, конечно, всё хорошо. А, вот он. Вот это, наверное, настоящий сундук Пандоры. Зевс его спрятал... Внутри себя. Куда Кратос попал после смерти, или что это такое? Кратос, ты знаешь, что другого пути нет! Чем больше раз страх богов, тем больше раз ломай надежды. Давай саркофаг Рамзеса 15-го. Сила, чтобы убить бога. Да, вон она. Кишка. Клисты. Антитела. Надежда даёт силу. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда последнее оружие, когда всё потеряно. А ты-то, блядь, на что надеялась-то? Вот в чём... Чё Пандора вообще? Вот, блядь, чё персонаж? Суть-то её, а у неё. Блядь, вообще. Нихуя не понимаю. А, я очнулся. Ух ты! Теперь с видом из глаз дали. Это просто... Тут работают две с половиной кнопки, короче. Я-то думал, что будет тот же самый бой, просто с видом из глаз. Но нет, это такая... Как мини-игра, скажем так. Просто жми любые кнопки, Зевс будет получать пиздюлей, потому что даже блоки не надо ставить. Ни уклонения не работают, ни пола. Всё, меч Олимпа уже не нужен, можно его так убить. Вот тебе ночные прогулки по девочкам. Вот тебе скидки для трудящихся всех стран. Вот тебе седина в бороду. О, тебе бес в ребро. Дальнейший разговор. Остапа Бендера и Киса Воробьянинова. Или как там? Дальнейшее избиение напоминало этот разговор. Что-то с отцом, блядь. Ой, сука. Вот так выглядели поединки раннего Майка Тайсона в лучшие годы. Вот так, как сейчас помню, возьмёт он за бороду чемпиона мира и давай ему еблище чистить. Вот так надо было Дэви Джонса убить. Я уже вообще нихуя не вижу. Как дворники включить просто? Про три зенки-то, ну. О, разгон пошёл. Ну это как Сапрадитый. Блядь, я не удивлюсь, если он уже Зевса ебёт на самом деле. Как в зелёном слонике в конце какая-то психолог. Там всё ещё идёт замес, что ли? Чё-то долго. Не, я понял, как бы, может, затягивать-то не стоило. Блядь, а если перестать? Всё. Что называется мокрого места не осталось? Нет, осталось. Если вообще вот осмыслить мифологию, допустим, египетскую и греческую, то есть египтян, у египтян верховный бог был рад. Да, то есть бог солнца. Солнце, то есть они, ну, солнцем он чё даёт? Урожай там, блядь, я не знаю, загадка. Тепло. А у греков почему-то верховный бог это бог сраных молний, которые вообще нахуй не нужны, эти молнии, блядь. Они только в дом, если въебут, там пожар начнётся и всё. Тогда тебя Зевс покарал. А как Зевс может милость свою проявить в чём? В дожде, что ли? У них бог дождя был такой отдельный? Ну, грекки тупые, блядь. А бог солнца, Сосаный Гелиос какой-то. Ты выполнил задачу раз. Люди свободны от Ерма Олимпа, очищены хаосом. Теперь они готовы услышать то, что я хочу сказать. Люди. Какие люди, все сдохли. Облинись вокруг, Афина. Весь мир лежит в руинах. Некому слушать тебя. Афина, ебанатилна. Иди, если хочешь. Но сначала отдай мне силу, что хранилось в ящике Пандоры. Ай, дай, дай, не бери. Ящик был пуст. Этого не может быть. Я вижу это в твоих глазах. Моя сила помогла тебе убить Зевса. Она всё ещё в тебе. Разве ты не понимаешь? Когда вынимаешь. Когда Зевс собрал все бедствия и спрятал их в ящике, я страшилась того, что будет, если ящик откроют. А это муфти. Я поместила в этот ящик самое сильное оружие из всех существующих мира. Зачем ты туда его поместила? Чтобы беды, которые выйдут из ящика, вышли оттуда вооружёнными, что ли? Я говорю тебе, ящик был пуст. Пандора погибла напрасно. Она погибла из-за моей жажды мести. Ты ошибаешься. Моя сила помогла тебе убить Зевса. Я сама это видела. Если только... Конечно. Открыв ящик, ты выпустил все самые ужасные бедствия. Блядь, ну и хуйня тут концовка. Сам зерк стал жертвой этих бедствий. Вот почему он был так озлоблен. Так желал твоей смерти. Его поглотил порог. Понос его пробрал. Я думала, что силы, что я поместила в ящик, все еще там. Все эти годы я думала, что ты использовал темные силы ящика, чтобы уничтожить Ореса. Но я ошибалась. Ты взял из ящика мою светлую силу. Откуда у тебя сила, с которой не смог совладать Зевс? Сила, способная одолеть даже страх. А раскрыта в твоем сердце? Надежда. Мой компас земной заебала. Я у него ногти, как у динозавра, блядь. Она жила в сердце. Плену твоей вины. И стыда за содеянное. Ты смог убить Зевса, потому что что-то пробудило в тебе эту надежду. Что это было, Кратос? И надежду потерял. И надежду потерял. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда последнее оружие, когда все потеряно. Что это было, Кратос? Я помню лишь то, что я потерял. Поэтому ты должен отдать мне эту силу. Не вижу логики. Я знаю их истинную сущность и знаю, где ей место. И я верю, что ты поступишь правильно, Кратос. Не стоит. Не стоит. Ты обязан мне, Кратос. Я ничего не должен. Я сделала тебя богом. Я спрятала тебя от гнева Олимпа. Я помогла тебе отомстить Зевсу. Все кончено, Афина. Ты осмелишься пойти против меня? Опять? Моя месть свершилась. Да. Как ты смелишься? Я бэтмен. Чё, надо её захуярить, что ли? Получи шаболда. Да ладно, ебать. Нихуя себе. Ха. Ха-ха. Возможно, концовка не так уж и плоха. Затянута, но неплоха. Ха-ха-ха. Блядь, надо так ли всех ненавидеть, блядь, что себя убит. Ну, если в конце игры Кратос себя убивает, как он в четвёртой части появился? Сила принадлежит мне. Никто другой не знает, что с ней делать. Он попал в скандинавский рай? Его приняли за викинга, что ли? Ты разочаровал меня, спартанец. А ты иди гуляй без сил. Сраное привидение. Нихоя у него дыра такая. Я через Кратоса, блядь, могу газету прочитать. Что это за рисунок орла какого-то? Я вижу. Вот он, да, появляется. Что это за... Наверное, на этой скале орёл Прометей оклевал. Не знаю. В чём логика? Ну, это уже конец. Да, точно конец. Ну, чё можно сказать? В целом игра... Ну, слэшер, конечно, сам жанр на любителя. По большому счёту, игра неплохая. Боссы, в принципе, есть и неинтересные. Но, по большому счёту, боссов мало. Могло бы быть их и побольше. Был бы вообще заебись, если бы все боги Греции были в одной серии игр. В одной части, да. В следующей части египетские боги опиздёлились. Ещё в третьей части скандинавские, славянские. Не знаю, любые. Иисус там в финале. Вот. То есть, это было бы круто. А так, ну, какие-то, вот, блядь, Гермес, там, лох, допустим, Делиус. Да, лох. С ними даже драки не было. Может, просто не могли её придумать. Ну, и, конечно, финал затянутый, блядь, унылый. Бой с Зевсом. Вот этот на узком мосту говнище. Ну, и баги, конечно, всякие. Типа, как скрипт, стены не сработал. Да, где её должен был титан разрушить. И там звук пропадающий. Вот это всё впечатление немножко подпортило. Ну, надеюсь, что четвёртая часть будет лучше, чем эта. Надеюсь, камера будет не такая, блядь, больная нахуй на весь свой объектив. То есть, и геймплейчика завезут какого-то нового. В общем, на этом конец. Чё-нибудь там нажмите, чё-нибудь там напишите, всё такое.